Впервые на тренировку регбисты облачаются в такую позитивную экипировку. На спортсменах в футболке с жирафом, которого нарисовал 8-летний Толя Катсон, художник с непростым диагнозом ДЦП. Спортсмены Красного Яра купили эти сувениры, чтобы поддержать мальчика. Ведь так Толя зарабатывает деньги на реабилитацию. Привет, Толик. Как дела? Спортсменом станешь? Будешь с нами играть? Привет. Все нормально, ты надеешься? Верь мне, да, все нормально. Толик, все рисунок у тебя. Пожать руку регбистам, чемпионам России, об этом мечтают многие мальчишки. На стадион Толя пришел со своей семьей. Спортсмены Красного Яра приготовили для него и сюрприз. Мяч для регби со своими автографами. И тут же небольшой мастер-класс от профессиональных игроков. Молодец, смотри. Смотри, как классно получается. А потом на игры будешь ходить, мы тебе регбийку нашу дадим. Номер тебе специальный твой дадим, чтобы никто под ним не играл. И будешь как у нас 16-й игрок. За тренировкой регбистов Толя наблюдает, затаив дыхание. Впервые смотрит игру, поэтому вопросы сыпятся один за другим. Пытается разобраться, что делают игроки на поле. Что понравилось? Играть в регби. Как считаешь, сильные мужчины должны в регби играть? Да. Ну и слабые могут, если захотят. Регбисты Красного Яра говорят, когда узнали о Толе, просто не смогли остаться в стороне. Решили хоть так поддержать мальчика, который не опускает руки, не просит деньги на лечение, а сам зарабатывает их своим творчеством. В таких акциях нужно принимать, поддерживать людей, ребятишек, которые страдают с очень серьезными заболеваниями. То есть это определенная мотивация для них, общение с профессиональными спортсменами, это несомненно поднимает их дух. Толику, конечно, пожелаем удачи, чтобы ходил на наши игры, болел за Красный Яр. Мы теперь будем считать, что у нас есть такой болельщик, которому мы всегда можем помочь. Очень позитивный мальчик, с сильным характером, даже несмотря на такую болезнь, характер сильно, с таким характером бы к нам в команду его, и много бы у него еще получалось. С маленьким красноярским художником познакомился и тренер из Австралии, который сейчас занимается с нашими регбистами. Это просто потрясающе. Поступок Толи вдохновляет и учит нас тому, что мы должны перестать жаловаться на нашу жизнь. Нужно восхищаться такими ребятами, их мужеством и силой. Вообще, это хорошая идея – создать сайт и продавать свои сувениры. Я думаю, что я куплю кое-что и привезу домой, в Австралию. За время тренировки Толя не выпускал рюкбийный мяч из рук, и Красный Яр, похоже, заполучил самого яростного своего болельщика. По крайней мере, на матче мальчик пообещал ходить. А 2 ноября спортсмены пригласили Толю на свой праздник – получение медали чемпионов России. А вы не забывайте, что тоже можете помочь Толе. Закажите его сувениры на сайте. Адрес сейчас на экране. Ведь так просто сделать доброе дело. Ольга Тишинина, Всеволод Никитин. Новости.